и снова здравствуйте всем привет и так задался вопросом если есть дикий запад то там что-то должно пролетать мимо допустим наших персонажей когда идет дуэль допустим там перекати поле должно пролететь или там бумажка какая-то но давайте попробуем в качестве эксперимента ссылка на оригинальный ролик будет в описании или в группе vk значит погнали так что у нас есть у нас есть значит вот эти заготовленные объявления о розыске я их понаделал скачал значит эту виселицу это будет еще один ролик где будет анимация как повесить нашего персонажа допустим реалистично да так теперь еще один значит листок видите на столбе есть и значит нужно его заставить тоже ветром мотыляться так ну и персонажа пока пошатаем чуть-чуть вроде бы ветер дует дым так значит тут все в чем заключается камеру я пока отключу значит делами этот лифт свет тоже отключу чтоб не мешались значит так есть у нас листы давайте я их пока объединил качестве попытки попытки номер раз да это контрол джей объединение н панель скрин к скей чтобы вы видели что я буду нажимать так теперь добавляем на все это дело значит софт баде так здесь факциям и значит голод это отключаем на и джи ставим бэндинг единица enter так теперь что ставим сел в коллизия и и добавляем значит наш ветер так это винт джи подгоняем это наверно будет слишком большой мы его давайте чуть-чуть уменьшим джи ветер значит будет дуть как-нибудь вот так или снизу сейчас будем подгадывать поставим побольше нашей вот этой коллизии станции он хватает 16000 пойдет так включаем нашу анимацию и вот видите наши значит листы улетели и то есть гуд это хорошо значит все работает так теперь нам нужно поставить вот на эту штуку коллизию так ставим коллизию и коллизия у нас будет принципе все также остается и вы видите что листы наши вот они ползут разлетаются как-то их тянет да ну в принципе нормально нужно теперь подгадать ветер как он будет у нас дуть и подставляем джи куда-нибудь может быть снизу а ну-ка ну прикольных как тянет мотыляет и вот они об об слетают с этой штуки и улетают так если мы поставим больше ветер вы видите что листы еще больше будут развиваться так здесь можно еще анимацию сделать нашему вот этому значит как его называют вентилятору ветру да вот раз листок сюда пошел там где-то можно побольше поставить еще эту как и рассказать вот на ступеньки пошел листок падать нормально прикольно если сейчас мы что сделаем вот листок улетел все прикольно так возвращаемся назад теперь у нас получается другая штука мы добавляем форс и добавляем турбулентность так куда при поставить так вот на наша турбулентность где-то м ки будет стоять тут вариации у нее сид 53 здесь можно еще значит что-нибудь по растягивать по нажимать лучше это конечно перевести так есть тоже принципе нормально теперь заходим находим вот эти наши лист листы и давайте чуть-чуть их подразделим в edit заходим subdivide ставим прозрачность смотрим сколько можно добавить много не надо чтобы просто гнулся на так теперь заходим опять во внешний вид и вы видите что теперь больше полигонов и мягче все это дело должно происходить вот она так вот эту турбулентность может так не то взял control z так турбулентность тут ее прижимает уже не столь интересно да с турбулентностью и листья видите ползут потихоньку так если мы турбулентность турбулентность что тут можно уменьшить наверное так с турбулентностью все нормально вот прижимает но они просто ровно ползут турбулентность если убрать то получается что как где тут вентилятор как ну уже полигонов больше и вот она уже чуть чуть похуже значит они ползут но смотряются но не прилипший дом тоже не есть good давайте чуть уменьшим и тогда вернемся control z control z control z назад так а ну-ка еще control z нужно убрать им эти полигоны так теперь значит и ветер а ну-ка как-нибудь снизу попробуем поставить так если мы теперь за анимируем наш значит вот этот ветер ставим на первый ракурс его значит вот так и прописка на двадцатом кадре пускай он как-нибудь повернется и прописка так на пятидесятом кадре пускаем в бок еще дунет тоже и прописка так и поставим поменьше пускай будет пока 150 суп принцип понесу долго это дело не ждать как вот он их прижимает но что-то не так он их жмет так но если сид вариация двадцать семь можно побольше на поставить а ну-ка как здесь он их прижимая значит тут это 50 кадр уберем так и так и так и так и здесь чуть-чуть не хватает скорости наверно а ну-ка r сейчас я переведу что здесь написано рашин к порешим положение вращения интенсивности поток давайте добавим поток вот графтер маловато все равно нужно ну где-то 250 до так что еще коэффициент ветра поглощение попробуем поставить так количество побольше вариации ну давайте чуть уменьшим поток десятка что тут еще есть ну в принципе тут ничего такого больше нет так если мы все таки вот на эти полигоны давайте попробуем редактирование добавим все равно еще sub divide of подразделений ну хотя бы чуть-чуть зайдем в обжиг мод переключим назад ну вот уже веселее только нужно их раскидать видно ну чтоб они не в линию лежали один там один тут и тогда они пролетят это дело хорошо так вот здесь где у нас коллизия поглощение 15 проницаемость 0 клейкость а ну-ка давайте добавим клейкости поглощение поглощение можно по минимуму поставить гандомизация трение по нолям гандомность толщина изнутри трение уменьшим вот с разных сторон да вот так если одно отключить ставим на место ну вот бумажки улетают все прикольно все зашибись так если они улетают то тогда так торможение убрана рандомизация уберем тогда трение и здесь рандомизацию тоже уберем так попробуем все таки добавить силовое поле турбулентность так это значит точка есть линия плоскость давайте плоскость поставим интенсивность размер поток влияние положения количества вариации 101 не надо хотя бы пусть будет 38 и на том спасибо так поглощение не ставим так как ставим теперь по новой смотрим коэффициент ветра на полную вот они улетают конечно хотелось бы чтобы быстрее все это дело было но это можно значит при анимации 250 кадров это не так это сколько секунд там получается как раз будет возможность их разглядеть так если мы им еще сейчас добавим значит подразделений так объекты масса давайте уменьшим массу так что тут такое стоп трение тоже уменьшим вот уже больше подразделений уже подвисает так значит control z control z оставим пока в таком варианте никак не разберусь так здесь еще что у нас есть силовое поле это есть сила сопротивление сопротивление поток жидкости вихрь давайте попробуем еще вихрь добавить какой нибудь стороны вот с этой наверное интенсивность тогда вихря побольше во теперь он подхватывает и бумажки у нас улетают тогда сопротивление нам не понадобится вот раз а вот это уже более менее и тогда если мы будем значит еще анимировать наш вот этот поток видите мы можем его как хочешь кидать прижимать к земле вот мы можем захватывать и чисто им анимировать все с этим делом разобрались и вот они полетели тоже нормально вдаль так теперь с этим делом понятно все подхватывается все летит все зашибись так теперь нужно разобраться вот с этой штукой как с этой штукой быть значит так нам нужно ее привязать так я пока вот этот файл сохраню правку теперь можно перейти на английский назад и теперь значит английский включаем и будем разбираться вот с этой штукой так выбираем вот эту вот значит нашу бумажку прилеплена к столбу давайте чуть-чуть ее так я еще поближе подведу так теперь что нам нужно нам нужно зайти в edit mode выбрать значит подразделить нашу вот эту бумажку нажимаем сабдивизии подразделяем больше меньше ставим ctrl z так теперь 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 значит выбираем какие-нибудь вершины давайте вот эти вот выберем потом где-то вот тут так это пусть мотыляется ну и эта часть тоже пусть мотыляется да создаем вертикс группу и сижен заходим в object mode находим физику находим clod так куда-то она улетела ставим сюда находим значит шейпы и в шейпы подставляем нашу группу вот уже она мотыляется но только нужно теперь добавить вентилятор делаем shift D добавляем ветер удаляем анимации теперь делаем R перекрутку и ветер наверно чтобы как бы снизу сверху ее поддувало а ну-ка что-то тут ветер слабовато на нее действует а ну-ка так уменьшаем флоу теперь что-то она повисла и все ну тоже неплохо раз вроде ветер ее дунул постоянно она тоже мотыляться не должна наверно вариации уменьшим это значит wind factor уменьшим так что еще у нас тут присутствует так а если вот на эту штуку убрать килограммов побольше тогда дергается побольше она 0,6 килограмм speed скорость значит побольше что еще тут есть tensión angular liner вот при линии видите он дрожит вот это нормально если ветер дует поток то лучше пусть дрожит тогда здесь уменьшаем поток так метод тыка никто не отменял да так повар не надо и получается тогда наверно вайнер все таки видите ну для дрожание видите вот ветер нормально она дрожит в принципе все прикольно все зашибись прилайнер можно если добавим килограммы вообще обвис идет уберем килограммы в ноль тогда вот края постоянно дрожат вроде бы как ее сорвать пытается ну чуть чуть килограммов добавим чтобы все это дело нормально происходило да так ну вот этими можно поиграть это бендинг ну давайте бендинг в тысячу да нормально пойдет шар шар бендинг еще один бендинг о обвиска видите идет чуть чуть поменьше значит здесь 400 на эту тогда 100 так вот эти структуру в принципе что они нам дают сейчас глянем нифига они не дают это 12000 уменьшим до 900 о бендинге везде поменьше делаем и тогда вот мотыляне прям нормальной бумажки вот хорошо это дело происходит только теперь нам нужно нашу бумажку так а ну ка control z на первый кадр и перекрутить под столб и чтобы она нормально было а теперь она поближе но все равно натягивается можно все это дело подкорректировать да бумажки у нас улетают все у нас нормально ветер вихрь их подхватывает так все там трепещется перекати поле можно тоже добавлять раз там где-то полетели эти травы так вот тут же ветер тоже да так персонажа можно объединить сделать control j и тогда получается что если на него добавить софтбади для него софтбади не катит ну здесь тогда у нас получается какая штука добавляем значит shift а добавляем арматуру single bone так g выводим к нашему персонажу так как то так то да ставим ему viaport display in front единица на нампаде заходим в edit mode значит так g уменьшаем нас вот эту штуку косточку потом идет у нас значит е шея ну и типа голова чтобы помотылять е да так есть такое дело так теперь у нас g это сюда и значит еще 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 одну косточку наверное е вниз на ноги это кость вяжется к этой control 5 полсет так теперь у нас же есть веревка да так значит теперь shift d выбираем какую-нибудь косточку g подставляем ее подверх и делим ее прям таки на много сегментов так теперь вот эта косточка которая ниже вниз низшая да снизу делаем ее control пик вяжем к управляшке вот к этому телу ну и в принципе что в принципе g в принципе все заходим в object mode выбираем нашего персонажа выбираем наши кости делаем control p white automatic widget выбираем наши кости заходим в по смот выбираем вторую косточку на веревке и первую так control shift c сочетание клавиш делаем inverse kinematic заходим в настройку кости убираем все таргеты и добавляем влияние на сколько костей это раз два три четыре пять шесть ну пусть будет 7 да и тогда если вот веревка не захотела сильно вязаться просто там не хватает значит и не этих полигонов так а если сделать знаете мы сейчас сделаем еще по-другому мы это удалим зайдем в этих мод выберем всю эту завязку да выбираем сделаем и перекрутим ее в эту сторону джи подтянем к веревке попробуем как она так будет значит руководить и когда значит вот эту кость привязываем к этой да она и должна быть приятно да обжиг мод выбираем наше тело кости control p white automatic видит находим нашу а мы сейчас веревку нужно отделять так выбираем нашего персонажа заходим в edit мод выбираем нашу вот эту веревку выбираем нашу вот эту веревку так вот такая вот заголоска с ней да а ну-ка если луккаты мы сейчас добавим надо веревку переделывать ну суть понятно да веревка не катит надо ее удалять так заходим в посмотрим опять же control shift c inverse kinematic таргет и долой на 8 костей ставим а ну как же о распадается да так а если с этой выбрать то руки отпали тогда смысла нету в таком вот нас в такой настройке значит костей значит мы тогда inverse kinematic убираем и пробуем вот так вот с веревкой идет вот так заходим раз веревка подвела edit mode убираем вот эти кости все заходим в обжиг мод перевязываем нашего персонажа выбираем наши кости и надеюсь персонаж опять не распадется а ну-ка ну да уже нормально они распадаются не склеены ну не прокатило да ну ладно вот ноги пусть пошатаются и пусть так чуть-чуть так а а а и и тогда ноги эх назад чуть-чуть тело еще перевернем так не переключился а ну как control z на 20 потратить а и а и а и вот нужно добавить вот это вот короче балтиханку значит добавить одну кость и по-другому это все дело настроить как а как же можно настроить ну так то он нормально будет болтыха ставите его склеить только надо так и если опа смотрите как сделаем object mode edit mode вот эту косточку делит бомб тогда чтоб он нормальным матюкал сам крутился мы ему значит и вытянем кость сюда и 3 rp rmg отведем назад и от этой косточки вот от этой косточки тройка на нампаде и уведем кость сюда когда это кость вяжется к этой control и типа сет это кость так раз у здесь еще веревка дергается да значит вот эту кость значит вот эту кость делит бомб и значит с этой косточки еще одну вытащим alt p clear parent g и сделаем маятник как часы так вот эту кость тоже можно делит удалить а от этой значит и в башке подставить тогда это кость вяжется на эту control p keep all set это у нас становится главной но они друг на друга не должны влиять тогда от этой точки когда зайдем у нашего персонажа выберем персонажа отделим сразу edit веревку l английская как тут тоже л английская и selection единицам нам поди object mode персонажа вяжем костям control p white automatic виджет заходим значит выбираем наши кости заходим в пост мод единицам нам поди смотрим вот голова мотыляется но если что влияет на руку но это нужно склеивать персонажа я сделаю другого покойника потом негра так так вот руки у него отвязан ну вот он видите значит будет мотыляться это значит делит покадровка значит это а делит теперь у нас получается вот эту косточку выбираем вот эту косточку выбираем ну допустим чуть-чуть пусть мотыляете ну на двадцатом да так в эту сторону а на этом значит р в эту ну чтобы не быстро так вот здесь вот ноги надо еще р перекрутить в принципе нормально че кроническая история покойник висит все тут мотыляется добавить сюда еще значит этих людей персонажку какую им там вот этот еще штука как возможно вот эти бумажки сильно большие да то тогда их можно наверное можно а не то что можно даже нужно это уменьшить вот делаем с cfd как-то их тут еще разместить чтоб побольше их было под углами под разными и попробуем так о уже бумаг побольше но летят они в одну сторону это значит нужно регулировать прописывать вот этот значит анимацию то в одну сторону почему-то свалили вот на этом вот такая информация все всем пока до свидания в следующем ролике значит сделаю негра потом сделаю что там еще надо можно еще палача сделать и эту поставить гильотину ну и город какой-нибудь на дальнем плане с пустыней все всем пока до свидания и и и и и и и Продолжение следует...